Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы поговорим о той теме, которая сейчас у всех на устах. Почему альткоины в большинстве своем остаются на местах, в то время как биткоин вырвался выше 50 тысяч долларов? Почему альтернативные монеты не растут как биткоин, за редким исключением? Вот что всех сейчас интересует и сегодня мы попробуем ответить на этот вопрос. Итак, биткоин определенно стоит больше 50 тысяч долларов и все ждали этого момента преодоления этой психологической отметки, думая, что это заставит альткоины практически катапультой взлететь вверх. Но этого не происходит. И не происходит это по трем причинам, которые я могу сейчас озвучить. Первое. Альткоины и так показали экстремальные доходности за последние три месяца от трех и больше иксов. И кэш, Экси Инфинити, Терра Луна, мой любимый Аваланч, Солана, Фантом, Космос, Шиба Ину. Все они дали от 200 и больше процентов роста. Да, за последние несколько недель альткоины не показывают особенных результатов, но за три месяца в целом они и так уже очень хорошо выросли. Вспомни ту же кардану, которая три месяца назад стоила едва ли 80 центов, а затем взлетела почти до трех долларов. Вторая причина, почему альткоины стоят на месте, несмотря на то, что биткоин преодолел психологическую отметку 50 тысяч долларов, это институциональные инвесторы. Пару дней назад вышел очень интересный отчет от CoinShares, в частности от их фонда, который отвечает за цифровые активы. Исходя из этого отчета, мы можем сделать вывод, что инвесторы полностью пересмотрели стратегию своих вложений в криптовалюту в последние несколько недель. Я оставлю этот отчет в Телеграме, если будет интересно, ссылка в описании. Сейчас же вкратце подытожим результат этого исследования. Если три месяца назад инвесторы переключались на альткоины и инвестиционные продукты с ними связанные, то сегодня, прямо сейчас, в этот момент, есть только две криптовалюты, в которые за последнюю неделю и за последний месяц институционалы вкладывали намного больше, чем во все остальные вместе взятые. Это биткоин и эфириум. При этом в эфириум они вкладывают в три раза меньше, чем в биткоин. Так, Digital Asset Investment Products увидел вливание в размере 90 миллионов долларов за последнюю неделю от крупных игроков, из которых 69 миллионов ушло в биткоин и чуть более 20 в эфириум. В это же время остальные альткоины в таких фондах, как Grayscale или CoinShares, вовсе не наблюдали роста инвестиций, некоторые даже наоборот теряли их, например, Binance Coin и Polkadot. Это вторая причина, почему биткоин так вырос, а альткоины по большей части стоят на месте и не следуют за ним. И третья причина заключается в самом рыночном поведении. Если после затища, которая граничит с паникой и страхом, мы видим, как крипторынок прорывается вверх, обычно именно биткоин является той криптовалютой, которая делает это первой. Затем с задержкой за ним следуют альткоины. Мы всегда видели такую задержку раньше и видим ее сейчас. Да, общее настроение на рынке улучшилось и значительно, но люди сейчас ожидают развязки. Оказался ли этот прорыв выше 50 тысяч долларов устойчивым и уверенным? И если это так, инвесторы станут оптимистичнее, а значит и в альткоины будут вливать больше денег. Вот чего мы ждем прямо сейчас. И наконец я хочу показать тебе две технических модели, которые могут заставить тебя оставаться оптимистом. Первую из них уже достаточно давно предоставил план B, создатель Stock-to-Flow Ratio для биткоина, но сегодня он ее обновил. Мы уже обсуждали эту модель. Она сравнивает три цикла. Тот, в котором мы сейчас находимся, с предыдущим и позапредыдущим. Тот, в котором мы сейчас находимся, обозначен красным графиком. Теперь план B ее обновил, и мы видим, что цена биткоина действует себя точно так, как и должна себя действовать, если проводить аналоги с прошлыми циклами. Это позитивный момент для биткоина. Биткоин-аналитик TechDev у себя в Твиттере опубликовал еще одну модель, точнее, техническую картину, в которой он сравнивает 2013 и 2021 годы. Эти графики немного отличаются, но в них есть общие черты. TechDev указал несколько ключевых моментов, например, то, что и тогда, и сейчас цена биткоина находится в огромном симметричном треугольнике, из которого в конце июля цена жестко и резко провалилась вниз. И тогда, и сейчас. Затем она вернулась обратно в рамки этого треугольника. И под конец октября мы видели прорыв цены вверх из этого симметричного треугольника. Целью этого прорыва был уровень 2.618 по Фибоначчи, либо же высота этого треугольника. И мы видим, что сейчас происходят очень, очень похожие события. Мы видели это падение ниже уровня поддержки в симметричном треугольнике и возвращение цены в пределы этого треугольника. Если это поведение продолжится и впредь, мы можем увидеть похожий прорыв цены. Поэтому никто не отменял правило быть осторожным с альткоинами и с биткоином. Но похоже, что это может быть последней, лучшей возможностью накапливать альткоины прежде, чем мы увидим их взрыв вслед за биткоином. В любом случае, это не финансовый совет, а только лишь мои мысли. Если прорыв цены из этого треугольника получится таким же, как и тогда, я ожидаю не только бум биткоина, но и взрыв альткоинов с небольшой задержкой. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok